расскажите про причины панических атак и как с ними справляться панические атаки это на сегодняшний день достаточно распространенная форма заболевания и она имеет некую основу причинную основу которая содержится в нашей подсознательной памяти существует ну я не знаю какая классификация в медицине существуют эти противоположные панических атак но во всяком случае то что проявляется нашей жизни то она выглядит как три основных этапа или разновидности панических и так есть существующие процессы которые связаны с прошлыми жизнями то есть прошлой жизни человек находился в определенных стрессовых ситуациях какой-то стрессовой среде и общем то были не закончены какие-то задачи не реализованные и общем то в этой жизни абсолютная идентичность тех ситуаций которая была прошлым была принесена в настоящем лице допустим те же людей которые участвовали в этом процессе и эта энергия энергия была выдавленная на поверхность для того чтобы человек смог с ней справиться через ситуацию естественно жизнь настолько умна в лице такого знаете умного мудрого учителя она дает возможность человеку через выброс этих энергий через ситуации какие-то возможности помощь других людей решить этот вопрос но у многих людей не получается 2 2 разновидность панических атак это атаки которые связаны с накоплением на каком-то этапе или периоде нашей жизни определенных энерго форм то есть какие-то не то что стрессовой ситуации а постепенно и знаете переживание каких-то ситуаций выражение каких-то постоянных системных эмоций это продолжается год два три 4 5 10 15 незаметно для человека это энергия там страха раздражение но в основном это страх не стрессовый страх а именно постепенно накапливающий страх по отношению к чему-то он накапливался накапливался и когда он уже становится большим до громоздким внутри подсознательной памяти имеющий сильную вибрацию он воздействует уже на физическое тело и видоизменяет процессы нашего тела как бы иммунной системы химического состава а вот это то что касается этих двух этапов и еще один этап это этап когда человек мог спокойно себе жить тут как бы все нормально у него какая-то такая размеренная жизнь и вдруг в не внедряется в жизненный процесс какая-то ситуация внезапная очень где человек это очень остро переживает причем острота переживания она на эти эквивалента как какому-то взрыву взрыва внутреннего состояния эмоций допустим человек переживает какой-то внутренний страх мгновенной спонтанной необоснованный и этот зажим или узел энергетический он настолько сильный настолько объемный что после этого человек просто зависим от этих процессов и постепенно потенция этого зажима энергетического незрелости какой-то до внутренней она начинает проявляться в тех ситуациях которые непосредственно могут накормить вот да это состояние нашего подсознания вне страхов и таким образом человек кормит в этих трех вот разновидностях панических атак кормит этот страх через определенные переживания эмоций ну допустим та же ситуация которая связана допустим с астмой то же самое в основе лежит страх страх который руководит процессом значит и химическими процессами в организме и общем-то характером человека потому что момент когда человек болеет допустим этим заболеванием там астма да у него есть определенный контроль какой-то режим то есть ему это нужно постоянно теплая вода нужно вот идет как не помню называется которая там вдыхают это какой-то контроль контроль где человек должен контролировать абсолютно эти процессы чтобы ну как бы не задохнуться наверное все таки а и я много раз видел таких людей у которых действительно моменты вот этих вот значит и повышенности до активной этой повышенности когда они задыхаются у них внутри подсознательно формируется мощный страх возможно это пока по отношению к окружающей среде возможно это какие-то мысли навязчивая а вот поэтому в основе всего вот этого лежит страх и однозначно допустим та контролируемость ситуации когда у человека должно под руками быть все это как раз то обучение где сама болезнь учит человека что ему нужно контролировать то чего он раньше не контролировал это процессы которая связана с тем что раньше допустим чек не контролировал свой страх не контролировал свое поведение и сейчас сам страх проявился или создал какие-то мутационные процессы в организме где та же астма она уже проявляется в каком-то контрольном поведенческом процессе где человек должен все это контролировать то есть фактически астма человека учит контролю дисциплине какой-то определенной это болезнь направляет ум человека на то что ему нужно научиться контролировать вот поэтому разновидности заболеваний физических заболеваний которые вызываются паническими атаками это результат того что в основе всего на уровне причин существует страх страх который мы накапливаем всю жизнь накапливаем накапливали прошлых жизнях страх который проявлялся ведь каких-то мощных значит смонтанных стрессовых ситуаций где человек просто не то что неадеквате был а он настолько зажат был в тиски этого состояния что у него не было возможности ни говорить не действовать его трусит его сковывает внутри поэтому это же не остается понимаете она не отпускает никуда эти процессы связаны с тем что этому составляющему энергоформа этой нужно постоянное питание и она каждый раз когда есть такая возможность она будет питаться поэтому на самом деле вот эти энергии они очень умные потому что мы их научили мы взращивали их себе и они воздействия на химии воздействуют на химические процессы нашего организма через болезни пытается постоянно кормиться тем же страхом который проявляется самой болезни и люди которые не контролируют эти процессы даже допустим там сахарный диабет там какие-то процессы которые связаны с давлением той же астмой момент когда человек задыхается или когда у него там допустим обострение какое-то и повышается давление он опять же глубоко подсознательно или поверхностно проявляет свой страх то есть на поверхности в глубине всегда существует динамика развития этого страха вот поэтому на сегодняшний день это как говорится номер один в топе до заболевания которое нельзя сказать что она является вот какой-то одной разновидности то есть панические атаки у кого панических атак существует страх мощный аккумулирующий страх но этот страх он как знают как осьминог он распускает свои щупальца и воздействует на химический процесс нашего организма по-своему у кого-то это астма у кого-то это сахарный диабет у кого-то давление то есть по-разному разновидности ли результат от этих панических атак у каждого человека проявляется по-разному у кого-то может быть и депрессия полудепрессионное состояние или депрессия то есть очень много разновидностей вопрос в том как с этим справиться это наверное самое главное но я думаю что не только это главное причина возникновения тоже является главной почему потому что когда мы начинаем понимать откуда это взялось до откуда пришло когда мы принимали от жизни какие-то пленые удары когда мы переживали какие-то стрессовые ситуации когда мы долгосрочно переживали какие-то эмоции которые постепенно постепенно накапливались мы уже фактически понимаем суть причины этого этой психосоматики и теперь нам нужно ну как бы научиться справляться с этим поскольку энергия страхом проявляются или видаизменяет процессы в нашем физическом теле виды изменяет все что происходит на уровне уже химических каких-то изменений то мы должны понимать что мы должны как бы работать с причиной то есть мы должны не с болезнью самой там допустим той же астмы работы а с причиной Понять ее, как она работает, как она проявляется, откуда она взялась, в каких случаях она проявляется, в каких не проявляется. И в этом случае нужно понять, что любой вид панических атак, он питается через болезнь, через психосоматику этой энергии, которая становится все больше и больше. Наша задача заключается в том, чтобы, наверное, перенаправить эту энергию в другое русло. То есть не концентрироваться своим умом на самой болезни, потому что именно в болезни, или сама болезнь является точкой концентрации, где вот этот страх питается за счет того, что мы начинаем бояться в самом, допустим, когда мы чувствуем какие-то определенные процессы, которые касаются болезней. Поэтому перенаправление ума, мы ни в коем случае не должны давать возможность этому страху питаться все больше и больше. Вам нужно в первую очередь перенаправить свой ум в совершенно другое направление, то есть дать возможность уму переключиться на совершенно другие этапы. Если вы сейчас скажете, что не получается, я не поверю вам, потому что нет такого, что не получается. Нужно, чтобы получалось. Значит, вы еще не отстрадали своего положения, и нужно четко поставить перед собой какие-то границы того, что должно получиться. Если вы хотите, у вас это получится обязательно. Поэтому вопросов или, наверное, формат отвлечений, он разносторонний. И отвлекаться можно всегда и на многие вещи. То есть, вы можете, если, допустим, это касается домашних условий, медитация. Ну, медитация, возможно, не совсем правильно, потому что здесь можно все-таки еще глубже углубляться в процессы контроля. Процессы, которые связаны с молитвами, аффирмациями. Просто позвоните кому-нибудь. Просто начните дышать. Значит, дыхание может быть и глубинное, и поверхностное. Такое же, как, допустим, у собак. Допустим, момент, когда у вас идет обострение, вы как бы... Вначале вы дышите глубоко, то есть аплитудно. То есть, амплитуда ваша вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, такое как бы не очень глубокое дыхание, но, во всяком случае, оно такое проникновенное. И в момент, когда у вас есть обострение эмоциональное, вы начинаете дышать очень быстро. Вот так вот. Это помогает на этом этапе нейтрализовать вот это вот, знаете, состояние этих панических атак, которые проявляются в страхе. То есть, дыхание раз. Наблюдение, понятно. Наблюдение – это сложный процесс, потому что в момент, когда ты не контролируешь свои действия, тяжело наблюдать. Поэтому лучший вариант отвлечения, друзья, это вариант, когда вы сможете хотя бы 5-10 минут отвлекаться, и вы почувствуете, что вот на этом этапе, когда вы отвлекаетесь, у вас нет этой атаки. Во всяком случае, она не настолько глубока и настолько сильна, чтобы манипулировать вашим умом. То есть, отвлечение. Ум не может находиться сознательно в двух фазах. Поэтому вы его направляете в совершенно другое противоположное русло или ход событий. Вы должны как бы для себя заготовить какие-то определенные шаблоны, куда вы можете в этот момент направлять ход своих мыслей и постоянно менять. Самое главное – постоянно эти заготовки менять, потому что ваш ум, он постоянно привыкает. Если вы будете постоянно ему давать отвлечение в виде, допустим, «позвоню подруге», то два-три раза у вас это сработает, а на четвертой не сработает, потому что ум привыкает к этому стилю этой подачи и, в общем-то, начинает по-другому проявлять этот страх. Поэтому каждый раз пытаетесь, как только вы почувствуете, что ваш ум начинает привыкать к этому отвлечению, начинаете менять. Другой вариант выбираете. Сначала вы звонили подруге, разговаривали 5-10 минут о каких-то интересных темах, затем выбираете, допустим, дыхание. После дыхания выбираете отжиматься от пола или бегать, но я шучу. То есть любые виды, понимаете, любые виды отвлечения, они работают. Этих видов, ну, миллион, понимаете. Вы лично для себя по отношению к вашему личному пространству, вашей жизни можете прописать целый сценарий или список подобных, значит, отвлечений и просто для себя это, как бы, чтобы оно было у вас в резерве. Поэтому самое главное, что ваш страх внутренний, который проявляется в этот момент, не питался той энергией, которая раньше проявлялась через ваш страх в момент, когда это проявляется. Вот в чем суть. Вы должны постепенно и постепенно снимать вот эту потенцию, эту силу, этого страха, чтобы пришел момент, когда вы почувствовали, что у этого страха уже нет такой силы, чтобы манипулировать вашим сознанием. И вот тогда, когда вы это почувствуете, вы сможете реально его контролировать, понимаете. Контроль осуществляется тогда, когда вы почувствуете, что шарик сдулся наполовину, и он уже не такой плотный, он мягкий, и у него нет такой силы, как раньше было, когда вас трусит всего, да, там, допустим, когда вы не можете владеть собой, когда вы не контролируете, когда ваши действия неконтролируемые. То есть вот дождаться этого момента, снять верхние какие-то подсознательные уровни этого страха, и таким образом у вас получится в дальнейшем контролировать этот страх, который на этом этапе будет становиться все меньше и меньше. И придет момент, когда вы, действительно, уже полностью очиститесь. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день это заболевание является слишком таким, знаете, серьезным, от которого не можно освободиться. Просто самое главное в этой ситуации понять причину своего поведения, возникновение, значит, этой психосоматики, проявление этой психосоматики в каких-то определенных ситуациях, понять ее, как бы, прошлое, да, историю изучить, и затем воздействовать на нее в настоящем, определенными техниками. Вот и все. И все шикарно получится.